доброе утро всем моим подписчикам привет девчонки сегодня мы опять на моей кухне я сегодня буду делать голубцы девчата вы их знаете я их раньше где-то где-то очень далеко я их делала но так как у меня уже капуста на улице почти кислая у меня листья есть прошлого года вот они у меня вот тут вот я вам сейчас все покажу какие они вот посмотрите какой лист вот посмотрите это лист кислой капусты меня девчата спрашивали что вы делаете вот заквасились эти головки что дальше мы делаем я их забираю в дом складываю в мойку полную мойку вот этих кочанов спускаюсь там остается если вы два-три раза и и будете отмачивать этот лист останется чуть-чуть кислым и не соленым останется именно такой какой он должен быть в голубцах девчата и потом я вот эти вот все кочаны по одному беру вот сюда вот на стол складывая на досочки и начинаю резать оставляю только вот эти части листа те грубые части которая серединка вот с этим рубцом они уходят у меня в стороночку что я потом с ними делаю я их беру на досочки режу шинкую вот так ножом как на капустняк и складываю их в банках я складываем в литровые банки мне удобнее держать в холодильнике это все держится в холодильнике девчата и наливаем вот набиваю набиваю хорошо хорошо утрамбовываю прямо вот эту капусточку нарезанную что вышло что вышел сок сверху и вот так вот на горлышке баночки наливая растительного масла чтобы это капуста она не испортилась если сверху пленка вот такая вот растительного масла жира какого-то значит она там будет храниться очень хорошо девчата и что я стой капустой делаю вот когда мы будем на рождество делать голубцы сейчас у меня вот таких отходов нету потому что это прошлогодняя капуста вот только листочки остались мы вот эту резаную капусточку вот эти отходы я их складываю на дно казана и потом когда у меня заканчивается набивая казан голубцами а потом сверху тоже один слой вот этой вот шинкованной капуста если вы хотите вкусные голубцы у вас должно быть очень много овощей девчата посмотрите вот у меня вот мои две старые миски вот это почти килограмм лука и почти килограмм морковки хотите вкусные голубцы не экономьте девчата на овощи мясо у вас может быть и вот сколько у меня мясо девчата тут очень мало грамм пятьсот шестьсот наверное тут у меня знаете какое мясо какой фарш я никогда не покупаю готовые фарши я покупаю только чистое мясо и стараюсь брать у колхозников чтобы она была домашние девчата тут свинина если вы возьмете кусок свинины где есть вот такой вот вот такая прослойка жира чуть-чуть и возьмете куриное фелье один к одному перекрутите это и в голубцы вкусно и котлеты отличные из такого мяса получается вот у меня сегодня вот такое мясо что я хотела сказать еще за хранение капусты девчата все что я вам до сих пор рассказала это я вам рассказала про то как хранить шинкованную капусту не задавайте вопросы еще раз просмотрите видео вот все что я рассказала когда складываю в банке это для шинкованной капусты точно также можно и вот эти вот листы тоже так хранить так моя мама хранила она всегда складывала вот так вот собирает у меня тут тоже вот такими вот собирает как столбиками или вот вот так вот несколько листочков перекручивает вот так роликами вот так роликом перекручивает и складывает в трехлитровый баллон плотно 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 и так пока не наполняется этот трёхлитровый баллон. И точно так же наливает растительное масло. Капроновую крышку сверху, и это в холодильнике хранится всю зиму. Очень хорошо. В погребе, в холодной кладовке, в холоде хранится хорошо. Девчата, но я храню по-другому. У меня есть контейнеры плоские, специально для моей морозилки. Я вот складываю вот такие вот листочки. Опа, я их уронила. Вот так вот складываю в контейнере, прямо листочками. Вот так, слой за слоем, слой за слоем. И вот положила один слой, ну я рассчитываю, чтобы на один казанчик голубцов. Потом стелю целлофановый пакет в следующий слой, вот так вот у меня слоями. Достаю, когда мне надо, из морозилки, даже в замороженном виде. Беру нож, вот так откалываю вот этот слой до целлофана. Он сразу откалывается, порция. Вот туда в мойку с вечера до утра и размораживаются эти листочки. И посмотрите, какая прелесть. Посмотрите, какие листья. Это просто, это шедевр. Вот посмотрите. Во-первых, самые вкусные голубцы из кислой капусты. Это вы, если вы один раз делаете, вы попробуйте, вы увидите, что это действительно так. Самый вкусный. Мой дежурный казанок, где-то на 3-3,5 литра. И вот сколько я масла наливаю в эту порцию моих голубцов. Смотрите, на поджарку. Не экономьте масла. Хотите вкусные голубцы, они должны быть очень хорошо промаслены. Рис любит жир. Девчата, тут литровая бутылка. И вот сколько у меня тут. Стакан масла, это точно. Вот видно, сколько. И я всю эту порцию выливаю вот туда. Вот, девчата, вот такая вот консистенция должна быть. Сейчас я прокину туда в миску. И тут, в этом же казане, поджарим 2 ложки, на мою порцию, 2 ложки томата. Тоже на растительном масле. Вот, девчата, 2 столовые ложки. Вот так, томатика. Жарим его хорошо. Он дает и вкус, и цвет хороший. Все, потом соединяем. Сейчас покажу порцию риса, сколько надо. Все, девчата, вот у меня рис. Я еще раз показываю. Классик. Пентрус армали. Это значит для голубцов. Я примерно вот на такую порцию, посмотрите, обратите внимание, какая большая миска у меня с овощами. И вот, вот эту чашечку с рисом. Тут стакан. Может быть, тут вмещается 300 миллилитров воды. Я не знаю в этой чашке сколько, но вот, вот такую вот чашку. Это мне будет достаточно. В сито и сполоснуть. Вот. Сюда же добавляю мяско. Овощи у меня еще горячие. Надо оставить, чтобы овощи немножко остыли. Потому что вы не сможете их просто... Сейчас надо мне посолить и поперчить. Я солью на глаз. Я уже знаю эти свои порции. И мне не надо даже... Что мы делаем дальше? Если у вас есть отходы от капусты, вы складывайте на дно казанчика обязательно какой-то слой капусты. У меня отходов нету. В таком случае, вот, это еще один секрет от меня. Ставлю вот такое вот блюдце на дне казанчика. И тогда вот все, что под этим блюдцем останется, жир, водичка. Если даже вот эта юшка закончится, ваши голубцы никогда не пригорят. Потому что они высоко. И теперь накручиваем вот эти наши голубцы. Как делают румынки? Румынки крутят вот так. И это очень удобно. Вот берут вот такой большой лист. И складывают... Такой фарш получился вкусный. Вообще, можно его прямо вот так вот и кушать. Вот так, девчата, их сворачивают. Вот так сворачивают. Но вы обратите внимание, какая тоненькая капуста. Поэтому так можно. Вот так берут в руки. Вот так. И вот, вот, смотрите. Тык туда и тык сюда пальцем. Вот у вас получился голубец. Вот так делают румынки. Это гораздо проще, чем мы. Мы их там скручиваем туда-сюда. Румынки делают. Вот так. Но тут гораздо больше капуста уходит. Вот. Скручивайте, затягивайте хорошо вот этот лист. Но тут очень много капусты получается. Если я из такого листа могу оторвать вот так и сделать два голубца. Вот смотрите. Я их делаю вот так, сворачиваю. И получается они все разные. Вот так. Из этого кусочка можно закрутить два. Так там много капусты. Моя семья много капусты не любит. Они любят больше вот этот фарш, чем эту капусту. Капуста вкусная, но тоже в меру. Вот я накручиваю их вот так. Румынки. Но я вам скажу. Они ставят головки поменьше. Я крупные головки выбираю капусты. А они ставят поменьше. У них и листочки поменьше. Вот так делают румынки. Вот так накручивают. Вот так. И только делают тык сюда. Смотрите, сколько масла. Все, что лишнее, оно лишнее не бывает. Оно все равно, вот если что-то останется в казане, вот какие получаются румынские голубцы. Вот такие, девчата. И они все получаются один в один. Я хотела показать, как сейчас выглядит моя капуста, которая киснет. Она уже почти у меня готова, девчата. Вот эта тарелочка с грудом сверху, что вот эти головки все время были в этой рапье. Все время. Вот. Вот капусточка наша готова. Мне надо оторвать несколько листочков. Мне не хватило буквально на 10 голубцов. Посмотрите, какие листья. Их не надо парить ничего. Вот почему она вот кислая. Она становится тонкая и эластичная вот такая. И вот так в холоде в этой рапье будет храниться до весны. Что останется, можете кинуть в морозилку потом. Или в банку и в холодильник. Я сейчас буду их уже ставить варить. Что я делаю, если я их только накрутила? Беру и утрамбовываю. Вот так вот аккуратно руками. Хорошо, хорошо. Когда они начнут кипеть, чтобы тут не стало кашей, девочки. Что я еще делаю? У меня есть помидоры. Я их перетерла через терку. Вот они у меня в этой же миске. Но их надо немножко посолить. Вот эта вода, которую вы сюда нальете, она должна быть приятно соленая. Вот на вкус. И она должна быть вот именно вкусной. Добавляйте соль ровно столько, чтобы эта вода была вкусная. Я вот, девчата, вот сюда добавила соль. Вот в эти помидоры. И наливаем кипяток. Обязательно кипяток. Где он у меня? Я вот сделала в чайнике кипяток. Разбавляю эти помидоры кипятком. И заливаем вот этой вот. Вот этой водичкой. Мы должны залить ровно столько, чтобы накрыть только вот наши голубцы. Что я делаю? Я их там натрамбовала. И вода не очень-то туда стекается вниз. Вот так делаю. Запускаю туда воду под голубцы наши. Дальше включаю огонь. Довожу до кипения, девчата. И после этого, когда они начинают кипеть, я их сразу ставлю на самую маленькую комфорочку. Вот, смотрите, я запустила туда всю воду. Мне надо немножко добавить. Если у вас листочки остаются вот так, как у меня, можете сверху их вот так вот кинуть. Вот так. Но, конечно, молдаванки ставят вот тут, вот накрывают листочками полностью. Знаете почему? Потому что они там получаются, как под этими листочками, ну, прямо как из русской печи. Вот так складывайте. Надо добавить чуть-чуть водички. И я чуть-чуть добавляю. Вот так. Всё. Девчата, когда они у меня закипят, я ставлю вот на эту самую маленькую комфорку и добавляю ещё одну решётку. Вот так две решётки друг на дружке и на самый-самый маленький огонь. Вот так. Видите? Вот на такой высоте. И держу их два с половиной-три часа, чтобы они еле-еле там млели, чтобы они варились тихо-тихо. Тогда у вас голубцы будут очень вкусные. Больше ничего не добавляйте. Вот накрыли крышкой этот казан и всё. Девчата, там у меня всё уже варится во всём. Я хотела с вами уже закругляться. Пришла Настя с города, приготовила для меня на завтра в церковь поману. Принесла газированную водичку. Вот там калач, конфеты, бананы. Я буду собирать вот эту поману для моей девочки. И голубцы тоже. Как вы знаете, во вторник поминальный день в Германии. Так как я не смогла туда уехать, я решила... Не то, что я решила. Это я так положено. Я делаю немножко дома со своей семьёй. Завтра иду в церковь. Голубцы тоже для этого вот поминального дня. И очень плохо, что я для неё делаю голубцы. и даю за поману. Должно было быть всё наоборот. Боженька, ну почему так? Почему так? У меня просто сердце разрывается от боли, что я готовлю поману для своей дочери. Но вот жизнь вот такая. Девчата, мы её должны принимать такую, какая она есть. Горе, убиваемся, боль. Но ничего не можем изменить. Ничего не можем изменить. Как там кто-то мне написал, почему вы не спасли королежу? Поверьте, если бы мы могли, мы бы её спасли. Всё было сделано. Организм её не справился. Печень её не выдержала. Девчата, концовка у меня вот такая. Вот я не загоняю вас в депрессию. Как всегда, с вами ваша Марина. Я вас всех обожаю. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Я всем отвечаю. И спасибо за то, что вы со мной. Спасибо за то, что вы меня поддерживаете в любую ситуацию. И когда мне плохо, и когда мне хорошо. Пока-пока. Тёмки-тёмки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!